В общественной палате Карачаева-Черкесии состоялся круглый стол соцветия народов и религий. Россия в условиях новых вызовов. Участники обсудили актуальные вопросы в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, способных нанести ущерб устойчивому развитию России и общественной безопасности. Мадина Каракетова подробнее. Инициаторами проведения круглого стола выступили Министерство Карачаева-Черкесии по делам национальности, массовым коммуникациям и печати и Карачаева-Черкесии Государственный университет имени Умара Алиева. Необходимость проведения круглого стола на данную тематику и широкое обсуждение актуальных межэтнических и межконфессиональных проблем возникло в связи с новыми вызовами, которые стоят сегодня перед Россией. Здесь собрались представители различных сообществ, религиозных, национальных, общественных. Естественно, научный пул присутствует, эксперты. И здесь, конечно же, время от времени нужно рефлексировать на тему путей поиска, поиска путей формирования прочных основ гражданского общества на основе взаимопонимания, взаимоуважения различных культур. За кругом столом специалисты, представители научного и экспертного сообщества собираются не впервые. По мнению Толсултана Узденова, такой постоянный диалог крайне необходим для выработки путей дальнейшего развития страны и ее регионов. О попытках осквернения семейных ценностей и морального разложения российского общества говорил советник директора фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Алексей Петров, который специально приехал из Москвы для участия в работе круглого стола. По мнению столичного эксперта, именно в семье зарождаются и развиваются культура, традиции и воспитание. То, что сегодня проводится такой круглый стол, он в первую очередь подчеркивает значимость того, что все-таки семейные ценности – это основа духовно-нравственного воспитания в первую очередь молодого подрастающего поколения. Во вторую очередь это сохранение традиционных ценностей и нет продвижению ЛГБТ-идеологии. Это в первую очередь. То есть семья, она должна оставаться семьей, и традиционные ценности, они всегда должны оставаться традиционными ценностями. Тему межнациональных, межконфессиональных отношений, культуру, обычаев, традиции необходимо поднимать периодически, поддержал мнение заместитель министра Карачаева Черкесии по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев. Основной тезис его выступления – предоставленная сама себе молодёжь. И это, по мнению Ислама Хубиева, самый основной вызов нашей современности. В качестве примера привёл детей 90-х, выросших в своеобразных условиях и пришедших к власти, и не все из которых сумели понять политический вектор президента страны, что и приводит сейчас ко многим катастрофическим ситуациям. Некоторые молодые люди, я опять же не хочу их обвинять, они ориентированы на западные ценности, на культуру Европы. Ну, на Кавказе, к счастью, этого нет, но если мы говорим о всей стране, то мы видим, что считаются те ценности, которые были для нас неприемлемы, они становятся нормой. Вот с этим нужно бороться. А с этим мы сможем бороться только лишь посредством традиций, посредством духовных ценностей. Вот об этом мы должны говорить. Авторитетное мнение о духовно-нравственной стране и воспитании высказали представители духовенства Карачаева-Черкесии. Далее работа круглого стола продолжилась в нескольких тематических блоках на заданную тематику. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести, Карачаева-Черкесия.